Вон там был забор и тут. Теперь тут такая яма. У меня внуку 4 года. И как нам быть? Они тут гуляют. Жители 11 микрорайона ввиняются в руководство 36-й школы в строительстве без разрешительных документов. Якобы забор, который стоит между домами и школьной площадкой, лет 20 сносят без согласия местных жителей. А рык, который здесь установят после сноса, станет настоящей ловушкой для школьников. Тут 2 метра глубина. Если упасть, можно покалечиться. В городском отделе образования поспешили откреститься. Мол, эта территория принадлежит Акимату. Туда и обращайтесь. Со школой никакой ремонтной работы нет. Ну, они сейчас говорят, что это территория ваша. Не наша. Врут, значит? Не понял. Врут, значит, они. Значит, врут. В Акимате, напротив, уверяют, что за школьный участок и за все, что происходит на территории и внутри учебного заведения, несет ответственность городской отдел образования. Так и никак иначе. А ЖКХ лишь выполняет требования заказчика. На данный момент забор убирает администрация школы. Далее там, тогда, когда была комиссия, обсуждался вопрос о проведении регации, так как школу утопило. И смертные расчеты делает ЖКХ. По вопросу, когда уберется забор, что это вы можете обратиться в отдел образования города Шимкента и, соответственно, к администрации школы. Пока длился спор о незаконном сносе забора и о том, что кому принадлежит, директор 36-й школы показывает разрешение. Оно гласит о том, что местные жители со стройкой согласны и что работы здесь необходимы, как воздух. После обильных осадков потоки воды устремляются на школьную спортплощадку. Чтобы навсегда избавиться от многолетней болячки, было решено убрать бетонный забор. На месте огромных ям рабочие займутся прокладкой арыков. По ним вода будет с легкостью уходить в канализацию. Приехали из Акимата, из Горано, сказали, тут арык сделают. Жители согласие нам дали. После такого объяснения и разрешения на строительство, подписанного жильцами, собственноручно жалобщики заговорили по-другому. Сегодня они просят не затягивать с работами и поскорее проложить арыки. Сегодня здесь огромные ямы, а рядом с ними часто играют дети. Шутин Сейдов, Эльдар Джонус Ханов, Камил Сайфулина. Информационная служба телекомпании ОТРАР.